Бороться за жизнь ребенка всегда сложно, особенно в одиночку. Сегодня работу официально начал совет родителей детской клинической университетской больницы. Это мамы, которые на своем опыте знают, каково это услышать неизвестный диагноз ребенка. Они помогут любому родителю, попавшему в сложную ситуацию, поделятся информацией и окажут эмоциональную поддержку. Подробности у Евгении Копыловой. Я сама интенсивно искала семью с таким же диагнозом, чтобы понять, что это такое, чтобы хоть как-то собраться с силами. Это была бы большая поддержка, если бы такой совет родителей был, когда мы попали в отделение. Это произошло 7 лет назад. Марета Берзеня Мейрена говорит, тогда ее сыну поставили страшный диагноз. И у каждой мамы из совета родителей за спиной сложный путь. Начинать его приходилось в одиночку. Кто-то этот путь уже завершил и помогает тем, кто только начинает борьбу за жизнь и здоровье своего ребенка. Мы обе представляем профиль онкологии. Наши дети, к сожалению, столкнулись с этим тяжелым заболеванием. И моего ребенка, я надеюсь, это уже в прошлом. Мы, к сожалению, еще лечимся. Повторно. Совет родителей начал свою волонтерскую работу около года назад. Но только сейчас они решили поделиться своими планами официально. Каждая мама представляет конкретный профиль, в котором у нее есть опыт. Точнее, диагноз, который однажды она услышала для своего ребенка. В разных отделениях больницы я прожила около года. Когда первый раз слышишь диагноз, о котором ничего не знаешь, первое, что хочется сделать, залезть в телефон и узнать, что это такое. Но нам с мужем повезло. Мы встретили врача, который сказал нам, чтобы мы ни в коем случае не заходили в интернет и не искали названия диагноза. Он сказал, что нам все расскажут врачи. А в интернете мы прочитаем как правду, так и неправду. И будем чувствовать себя намного хуже. Сейчас в совете семь мам. Но здесь с радостью примут всех, кто сможет поделиться опытом. Особенно нужны родители, которые столкнулись с проблемами. В кардиологии, нейрологии и редкими болезнями. Мы, я думаю, еще не сформировались. Я думаю, что будут еще мамы или папы, которые будут в совете. Родительский совет может помочь и в коммуникации с врачом и ребенком. Например, если они там очень возбужденные, они чем-то недовольны, я немножко даю помощь посмотреть со стороны именно родителя, что он может делать, чтобы не ссориться, например. Чтобы он мог нормально разговаривать и понять, что он может со своей стороны тоже вкладывать. В детской больнице, говорят, советы родителей готовы слушать и исполнять. Если мы ставим свое главное задание так, чтобы каждый контакт пациентов, родителей, и каждого, который приходит в контакт с детской больницей, был максимально позитивен, значит, это ясно, что мы это не можем сделать одни, только те люди, которые здесь работают. Связаться с родительским советом можно через больницу или на странице совета в социальной сети Facebook. Евгения Копылова, Олаф Спаршевиц, Латвийское телевидение.